Как? Как это? Первый. Объедки жареного мяса на костях. Я почему это знаю? Валялся в одном случае женский сапог. По нему как раз мои Гавриловы опознали, что это останки их матери. Накануне отец повез ее в больницу, и оба исчезли. Вот те самые Гавриловы. Это две девочки и их бабка. Вернее, четыре девочки. Бабка произнесла слово чучуны. Девки испугались. Хотя, по идее, чучуны не должны знать тепловой обработки мяса. Это раз. И второе. Никогда не ели человечину. Чучуна это реликтовый гоминоид. Как бы снежный человек. Второе. Болтаешь, тут наукой доказано нет их. Ну, ну и погиб этот Кухарев. Не погиб он, говорю вам. Уже было поздно. Девочки уложили детей и сами легли. Мы только с бабкой сидели. Тут внедряется пьяный Кухарев с камерой и с бутылкой. Хочет снять семью Энти в мирном быту и продемонстрировать где надо. Для моего, то есть его, как он подчеркнул, будущего фильма. Разлетелся. Первый. Маленькие дети и так далее. Типа этнографические данные о семейном укладе. И что он тоже полноправный член экспедиции. Я стал возражать. Не до того людям. Они лишились кормильцев. Зимой исчезли мать с отцом. Взрослые. Трудоспособные работники. По всей видимости их съели. Денег нет. Какие могут быть съемки быта. Но он меня не слушал. Так, так, съели отца с матерью. Это я понял. Я и говорю вам, что следующая моя работа, по которой я собирал материал. Дальше. Он начал вытаскивать из спальных мешков и щекотать девчонок. Сказал, что будет их снимать. Те оживились. Стали одеваться. А он говорит, не надо, и трясет бутылкой. Хвастается своими, как выразился, репродуктивными способностями. А я говорю, им нельзя пить. Они детей кормят. Бабка захихикала, возразила, что маленько можно. Ну, я с ним решил беседу провести. Говорю, давай-ка мы с тобой сначала выпьем и за бутылкой покалякаем. У меня, сказал я ему, материала много. Не только, что мы сегодня снимали. Но еще месторождение самородного золота по берегам ручья. Поскольку в этом ночном пении, говорю, он открыл этот секрет. Пусть бабы лягут, это не для их ушей дело. И Кухарев купился. Второй. Какого золота? Первый. Ну, это я так. Тут он меня предупредил, что запись ночного пения, кассету, он надежно спрятал, чтобы я не беспокоился и не искал у него в вещах. Он совершает большой скачок. Он все время повторял, что настало теперь его время. Он даст мне копию потом только для отчета по гранту. В виде нескольких секунд. Остальное сделает как фильм и продаст Би-Би-Си. Создаст компанию по вывозу этого добра из могильника. Разместит в музее и сначала экспозицию на экспорт. Глаза были красные у него. Могильник, видимо, его поразил. Он намеревался ведь работать в Долине Мертвых в Египте с Уилксом. Кто бы его туда послал, он обращался ко мне неоднократно. Могильник и меня поразил, хотя в принципе я был готов к этому зрелищу. Кухарев повел себя, согласно чего, согласно, как его, ну, научная этика. Сейчас кто кого сожрет и ты его убил. Повторяю, пока что он жив, надеюсь. А дальше как развивалось? Ну, этот недопрос, имей ввиду. Просто я ведь буду выступать общественным защитником. Тебя по обвинению в убийстве. Мать его уже подает в суд. Да почему убийстве? Я сказал Юре, что половина Гранта действительно его, а половина моя. Института это, Грант. Они не ты, забудьте. Я, кто тебя послал. Это уже веса тут никакого не играет. Понятно? Никакого. Дель это тоже тут. Он же перед тем, уже набрался, как сука-блох. Его развезло. Ну, меня тоже, все-таки устали. Заснул. Просыпаюсь. Его нет, видеокамера. Валяется. Выхожу из дома. Метрах в пяти лежит человек, отвернувшись. Лица не видно, только лохматые черные волосы. И как-то странно шевелит животом. Трясется. Ээээ, шевелит? При полном свете полярной ночи как-то подскакивает, как бы хохочет. Подхожу. Ближе лицо у него обглодано. Лежит полусъеденный человек в одежде Энти. Куртка? Стаканчиком. У них там все практически одинаковые. Подбираюсь ближе. Вот. А он как дернется всем туловищем. Я отпрыгнул. Со съеденным лицом привскакивает. И из брюха вываливается у него живое что-то. Какой-то волосатый сгусток весь в крови. И тянет наружу толстую змею. Человек посидеть может в один момент. Ладно тебе. Оказалось, это выскочил из его живота маленький песец. Окровавленный весь. И не змею волок, а кишку. Песец ее потянул, бросил и убежал. И странно. Обычно собаки в таких случаях все здесь лают. А тут молчание, тишина. Фу, чернуха какая-то. Терпеть не люблю. И ничего не понятно. С пьяных глаз померещилось. Да тут не с пьяных. Пошел я искать Кухарева. Но он в гостиницу так и не возвращался. Постель была завалена барахлом, как помойная яма. Но на ней не спали. Я подумал, возможно ночью этот бич, когда Кухарев вышел, на него напал, а Кух его убил, потому что у трупа была на шее как бы улыбка вот от ножа и смылся от страха от того, что наделал. Я стал у него искать кассету. Все перерыл. Не нашел. Потом пошел в милицию, заявил, что есть труп и что пропал мой участник экспедиции. А они мне сообщают, это известно. Ждут бригаду из района и что недавно поговорушки по рации звонили из зоны. Это объясняют вам зона смертников. Туда свозят всех осужденных на пожизненное заключение. Это знаменитый, так называемый Андрюшкин Острог. И оттуда сообщают. Опять-таки мне, эндские менты Корякин и Винокуров, уже звонили насчет Кухарева. Он у них в зоне и лично вызывает меня по этой говорушке. Но я был удивлен, если не сказать больше. Туда ведь по тайге идти километров пятьдесят, и это если по прямой. Но дороги такой нет. Еще кое-где снег. Местами болото. А по Юзине два часа на катере переть. Но катер-то этой ночью не ходил. А потом Андрюшкин Острог. Ну что там делать Кухареву? Вот тяна. Еще того лучше зона смертников. Да, они там отбывают пожизненное. Серийные маньяки, убийцы. Людоеды даже. Как он туда попал? Я стою, не знаю, что отвечать. В милиции, однако. Все точно знали, что мне делать. У самих у них топить вездеход нечем. Бензин они берут и сказали ехать вместе с актерами. Там в Андрюшкином Остроге запланирован спектакль для охраны и сотрудников. Актерам нанимают катер. Ну ладно, хорошо, возвращаюсь к артистам. Через три часа едем на катере.